Но вот начнём с самого начала, всё-таки начнём, чтобы какая-то последовательность у вас возникла, цепи событий, чтобы вы поняли, почему болеют дети, почему болеете вы, почему болеют ваши родители, и как этого избежать. Значит, основное зло – это всё-таки пища, да? Вот начнём даже с традиций, даже не с зачатия, а с прежних наших поколений. Вот традиции питания, вот эти национальные традиции питания очень много вредного, к сожалению, в себе несут. Прежде всего потому, что уже миллионы лет человечество ест мясо. Но, наверное, всё-таки не миллионы, не знаю сколько точно, но ест мясо в поколениях. И это считается нормальным и единственно возможным образом питания для человека. Иначе жить невозможно, вырасти невозможно, только анемия, только болезни, немощи и прочее грозят. Но теперь уже, я думаю, достаточно появилось людей, которые очень хорошо знают, что это совсем не так, которые о вреде мяса знают, о всяческом, информационном, прежде всего, этическом и так далее, и так далее. Ладно, ну а реальный вред мяса в чём заключается? Вы знаете, реально, вот сейчас, почему мясо вызывает заболевание? Знаете, да? Да. Нет, не все. Нет, не мясо. Это многоплановая проблема. Многоплановая, но кто-нибудь сможет что-то конкретное сказать про мясо, вот оно вредно. Не усваивается в организме. Скот неправильно, встань, 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 встань. Берон, который, наверное, кормит скот. Кормит его комбикормом скот. Комбикормом, да. Соответственно, питание неправильно, само мясо нужно впитывать в себя неправильные вещества. Это всё правильно, да. А вдруг уже возникает, с самого начала уже возникает болезнь в самой короле, в самом мясе. Это правильно, это всё, у нас. Ещё. Перед смертью животные впрыскивают яды. Таким образом у них выработалась защитная реакция, чтобы хищники погибали как можно быстрее. Это самая основная проблема от мяса. Да. И сегодня мало инструментов нейтрализовывать этот яд. А он находится в круг-круге мяса. И он влияет на то, что те, кто приедает мясо, потом... Это верно. Я не знала, честно, что это делается перед смертью животным. Знаю, что их электрошоком убивают и так далее. Ну, в общем, во всех случаях этот момент гибели насильственной, это уже информация страха, смерти и так далее. Слушай. Я вот считаю, что здесь, помимо того, что с физической точки зрения, значит, очень большой вред наносится тем, что это мясо – это чужеродный белок, и он всасывается в том числе и в кровь человека, и воспринимается иммунной системой, как любой вирус воспринимается. Вот слушайте, это совершенно точно. Это вот основная проблема, мне кажется, с физической точки зрения. Но здесь вот еще информационная такая, на мой взгляд, не менее важная проблема – это то, что поедание тел живых организмов – это, ну, для тех, кто там... Ну, это есть преступление. Да, это есть вот преступление с моральной точки зрения, и энергетически это на человеке, мне кажется, сказывается намного больше даже, чем вот это физически. Да, да, правильно. Вот садись. На самом деле, вот эта информационная сторона этого процесса, она настолько страшна, вы даже вот это то, что невидимое, вы даже не представляете себе. Ведь вот женщина беременная ест мясо, она уже программирует у своего ребенка, вы знаете, страшную судьбу, которая может реализоваться, может нет. Это может случиться, может и не случиться, но все равно. Все это уже программа смерти, которая вводится в плод. А если на самом деле человек бессмертен, ну, это так, если вы почитаете в соответствии с литературой, вы поймете, что это так на самом деле. Но мы уже настолько привыкли к слову смерти, к необходимости смерти, что это для нас, ну, само собой разумеюще, все равно. Но это программы, понимаете, программы, которые мы вводим своими словами, своими действиями, и тем, что мы едим, тоже мы вводим программы. Значит, раз, уже программу окончание жизни вела. Но она может быть трагична, это окончание жизни, он даже не проживет положенные 80-90 лет, а проживет намного меньше. Почему? Авария, несчастный случай, все это, возможно, произойдет в результате поедания вот этого продукта, содержащего информацию убийства. Возможно, не это, а, возможно, просто страх, страх, заложенный в подсознании, будет диктовать неправильные действия, неправильное поведение. Когда-то в какой-то, ну, я, да и, как я уже сказала, и о чем и написано здесь, и там в роликах масса-масса об этом разговору, и бесконечно я говорю, что остерегайтесь вот этих трудных ядов. Вот я бы на вашем месте выучила наизусть все эти названия, там их семь штук, и бы вспомнила, всегда в голове держала бы.